Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбола Тожизни, это обзор полуфинала Лиги Чемпионов. Поехали! И первый матч у нас стартует, матч Лейпциг против ПСЖ. Лейпциг сенсационно, ну, выбили Атлетика Мадрид в одном матче, но Атлетика Мадрид, как мы помним, еще до коронавирусной паузы, выбили Ливерпуль, так что очень интригующе, на самом деле очень интересно эта Лига Чемпионов становится. И вот на 10-й минуте Клостерман сбивает игрока ПСЖ в штрафной Лейпцига, и сразу же на 10-й минуте идет разговор с арбитром, будет, скорее всего, он смотреть вары, а на Неймаре он наружу, прям сзади подошел, и, скорее всего, именно Неймар будет пробивать 11-метровый. Да, по бутцам уже можно даже понять, и по татуировкам на руках, что это именно Неймар будет сейчас пробивать 11-метровый. Тишина на трибунах в Португалии, разбег, удар и гол. Замечательный гол, 11-я минута, ПСЖ повел в счете, замечательный момент для Неймара. Это действительно очень важный момент в его карьере, потому что шаг до финала, друзья, остался, один буквально вот этот шаг, и, может быть, скорее всего, он его и сделает для своей карьеры, для своей команды, выведя благодаря вот этому своему голу финал ПСЖ. Хорошая паненка, но здесь и развел немного. Может, даже и не паненка, а такой прям удар был, чтобы он планировался сразу вниз шел после удара. Но тоже интересный, конечно, гол. Поздравляем Неймара с забитым мячом в полуфинале Лиги Чемпионов. Напомню, вот такую интересную статистику нам привели, что ПСЖ последний раз были в полуфинале Лиги Чемпионов, еще тогда, когда Мбаппе не родился. Ну и все. ПСЖ мы поздравляем, они прошли в финал Лиги Чемпионов, именно нашей Лиги Чемпионов. Прошу прощения. Ну а на следующий полуфинал, извиняюсь, тоже сенсация Леон против Баварии. Леон выбили Манчестер-Сити. Здесь матч в основное время заполнительное завершился в ничью 0-0, так что будем смотреть серию пенальти. Леон выбили Манчестер-Сити. Ну а Бавария, извиняюсь, что ты с голосом. Ну а Бавария выбила со счетом 8-2 Барселону. Мы предсказали, на самом деле, что Бавария обыграет Барсу в нашей симуляции в четвертьфинале. Можете посмотреть ролик на канале. 1-0, правда, тогда Бавария выиграла Барсу, но 8-2 что-то невероятное происходило. Ну, серия пенальти тоже интересная. Пока что Леон ведет со счетом 2-0 в этой серии пенальти. И сейчас вот решающий, если забивает Терье, то выходит дальше Леон. Но Терье не забивает. И вот снова решающий сейчас Лопес. Отбивает удары Карантина Талисо. А если я ничего не путаю, то Талисо как раз сыграл в Леоне. Если правда ничего не путаю. И он забивает в своей бывшей команде. После матчевой серии пенальти. Пока что счет 2-1. И снова решающий Тиаго Мендес. Подходит к мячу. Против него голкипер Нойер. Лучший голкипер на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. И все. Леон по серии пенальти проходит дальше. Так что у нас будет французское противостояние. Вот. ПСЖ против Леона. Но это чисто у нас. В реальном мире, в реальном футболе, в реальной жизни. Может быть абсолютно по-другому. Я, например, на самом деле ставлю на финал. Это Бавария-ПСЖ. Но вот насчет Баварии я точно уверен, что они должны быть в финале. Вот насчет ПСЖ немного не уверен. Потому что Лейпциг может все-таки хлопнуть громко дверью и зайти в этот финал. Вот такая у нас команда полуфинала Лиги чемпионов получилась. Ну а лучшим игроком стал Неймар. Его оценка 8.2. Ну что же, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по субботам. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok